Приветище! Это Мейн Ассембли. Сегодня мы будем с тобой изобретать при помощи вот этого замечательного белого маленького дрона на полигоне Олайф. Что ж, в прошлой серии этот дрончик у нас выпустился с учебки. Теперь он полноценный робот, который может самостоятельно мастерить, что захочет. В этом испытании, сейчас мы проходим испытания, то есть челленджи, нам нужно открыть ворота, то есть пролететь мимо вот этих ворот. Ну не совсем пролететь, а проехать на своей тачке, которую мы смастерим, сбить вот этих вот замечательных чучел, забыл как они называются, манекены. Короче, манекены тестовые, сбить их нужно. И также припарковать нашу тачилу вот сюда, в парковую зону. Я думаю, что пора уже что-нибудь смастерить и начать прохождение челленджов. Заходим в каталог, выбираем боты и начать новый бот. Вот. Какая платформа у нас будет? Я думаю, что мы выберем небольшую платформу, например, вот такую, создать. Вот она загрузилась у нас. Мы ее немножечко с тобой подвытянем, чтобы это был типа гоночный болит, мощный такой. Вытягиваем, значит, передок. Вот такой вот передок. Задок мы приподнимем. Типа как у Формулы 1. Здесь еще немножечко... Нет-нет-нет. Нам здесь нужна экструзия. Экструзия где она у нас? Вот она, экструзия. Это у нас будет типа багажник. Теперь это все надо соединить. Опа! В общем, вот так вот теперь это все выглядит. Открываем каталог. У нас тут появились новые функции. Например, тяга. Смотри, какая штука. Реактивный двигатель, наверное. Или что это? Ускоритель на короткое время. Увеличивает скорость бота. Я думаю, что мы его поставим сегодня. Он нам пригодится. Что по моторам? Новые моторы какие-то. Большой мотор. Малый мотор. Давай, короче, сделаем наш робот вот таким мотором. Поставим его сюда. Надо его развернуть, что нам ехать вперед туда. Все, мотор у нас поставлен. Теперь прицепим сейчас сюда колеса. Колеса крупные, средние. Нифига себе, у нас сколько размеров появилось. О, я даже не знаю, у каких колес лучшее сцепление. Наверное, вот эти вот. Средние стандартные колеса. Давай возьмем их. Ну-ка. Ну, вроде бы, вроде бы гуд. Осталось только переднюю ось сделать. Сейчас мы сделаем переднюю ось. Оп. И такие же колеса сцепляем. По-моему, что-то не так. Как-то мы что-то не так сделали. Я думаю, что нам задницу нужно опустить. Оп. Попец немножко приопустили. Колеса встали. Еще чуть-чуть можно опустить. Вот так вот. Ну, вроде более-менее. Теперь осталось только их расширить. То есть, нам нужно сделать вот так вот. Опа. И вроде бы точило готово. Вроде бы все у нас по фенчую. Теперь нам нужно уменьшить скорость наших двигателей. 50% у нас нет. Нам нужно сделать здесь 20%. А здесь... А здесь можно? Вот. И здесь мы сделаем 30%. И теперь лепим сюда мега-крутой ускоритель. Тяга. А можем мы его сюда? Вот он. Вот он у нас ускоритель. Два таких поставим даже. Вот. Замечательно. Как надо. Единственное, я не знаю, как ими пользоваться. Но я думаю, что сейчас мы разберемся. Что еще мы можем добавить? Каркас. Каркас нам неинтересно. Механика. Соединитель. Это типа прицепы делать. И контроллеры. Контроллеры у нас есть. Все. Вроде бы тачка у нас готова. Мы можем ее прикрасить. Например. Давай будет у нас красный. Окраска. Красный цвет. Вот такой вот. Да, и думаю, хватит. Не будем заострять внимание на этом. Только я вот не понял, почему у меня ускорители сбоку еще висят. Надо их убрать. Вместе с кольцом убрал. О, блин. Все. Печатаем нашу тачку. Сейчас мы ее проверим. Так. Все вроде едется. Отлично. Как нам врубить турбо? Турбо. О, фига себе. Вот это турбо. Вот это огню. Жесть. Реально реактивные и мощные двигатели. Можно в космос улететь на таких. Поэтому применять мы их будем очень редко. Ну, а теперь начинаем проходить испытания. Нам нужно проехать вот такие ворота синенькие. На поворотах нас очень жестко заносит. Вот это дрифт. Вот это я могу. Задним ходом заезжаем сюда. Теперь едем сюда. Да. Не забываем, что нам нужно будет потом еще скинуть манекены. Помимо того, что нам припарковаться просто нужно. Так. Все. Оп-оп. Спокойненько. Все. Доехали. Три ворота мы проехали. Замечательно. Звездочку собираем. Есть одна звезда. Заезд мы закончили. Осталось теперь сбить манекены. Касаемся. Раз. Манекен. Оу. Ой. Без ноги остался, чувак. Теперь нужно заехать вот к этому манекену. Надеюсь, у нас это получится. Здесь. Оу-е-е-е. Спокойно. Спокойно. Очень сложная ситуэйшн. Можно нам как-то съехать отсюда спокойненько? Не падай. Не падай. Да. Придется вытаскивать наш драндулет при помощи моих мощных магнитов. Переворачиваем. Садимся. Садимся в тачку. Ну что за дела? Садись. Замечательно. Так. Попыточка еще раз. Блин, смотри. У нас слишком широкие колеса. Точнее, широкая база колесная. Мы, скорее всего, туда не заедем просто. Да. Надо поуже сделать базу. Я думаю, что... На нитро! Есть! Сбили! Замечательно. На нитро у нас все-таки удалось это сделать. И я что-то где-то потерялся. Я застрял в земле. Садимся в тачку. Нет, не могу. Не могу сесть, потому что я застрял. Вот это поворот. Вот это очень плохо. Черт возьми. Давай попробуем заново построить наш драндулет. О! Так меня вытащили. Едем сбивать последний манекен. Ну как сбивать? Без перевертов. Никак не обошлось. Вон манекен. Он сидит на крыше. Сейчас нужно его сбить. Надеюсь, у нас это получится. С нашими нитро. Что? Берем разгончик и прям по шапке ему сейчас залетим. Тяк-тяк-тяк. Пробуем нитро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Нифига себе. Просто тачка неуправляема становится. Попытка номер два без нитро. Я нитро врублю, когда уже будем... Вот тут, вот тут, вот тут. Есть. Сбили. Сбили этого чудика и я выпал с тачки своей. Еще бы чуть-чуть и все. Хватит кататься на моей тачке. Слезь с нее. Не для тебя строил. А что за дела? Аккуратнее манекен мне еще говорит, типа... Чтоб я его не трогал. Скинь свои ноги, блин. Вот так у тебя по шапке, понятно? Все, я могу сесть? Нет, не могу. Блин. Придется заново тачку строить. Ну ладно. Последнее испытание. Испытание... Воу! Испытание в плане... Доставка не удалась. Я не совсем понимаю, что вкладывается в это задание. Но сейчас, я думаю, мы это узнаем. Подойдем к этой звезде. Это она. Чтобы открыть эту звезду, достигнете следующей цели. Доставка не удалась. Какая... А, вот! Вот эти ящики, наверное, надо сбросить, да? Хорошо. Ну, это вообще в легкую. Кажется, я застрял. Блин. Черт. Это не самое лучшее. Вот, наконец-то. Скидываем эти ящики. И я вместе с этими ящиками улетел. Зато звезду мы можем получить. Зашибись. В эту тачку я смогу сесть? Нет, в эту не смогу. Забираем последнюю звезду. И здесь... Ух ты! Открыта деталь бота. Шарнир. Открыта деталь бота. Сервомотор. Пружина. Сколько всего открылось-то крутого. Все, паркуемся. И переходим на следующую площадку. В реальном мире на дорогах царит хаос. Люди используют множество видов транспорта. Ваша цель – достичь вертолетной площадки. Постепенно, шаг за шагом. Если эта задача для вас слишком проста, попробуйте доставить туда какой-нибудь груз. Ого! Еще и с грузом подняться можно? Ну ладно. Посмотрим, какие задачи у нас. Какие испытания в этот раз. Значит, три испытания, как обычно. Коснуться всех манекенов. Пройти уровень с тяжелым ботом. И... Плюс 150. Это, видимо, груз. Нужно поднять груз весом в 150+. М-м-м. Смотрим манекенов. Манекен здесь сидит. Манекен тут. Еще один манекен где? Где еще один манекен? Ты видишь еще один манекен? Я его не вижу. Куда он спрятался? Вот засранец. Может быть, он в помещении где? Надо провести разведку. Вот он где! И там, смотри. Костюмчик, шляпа, которую я смогу одеть. И стоит он на краю... На краю здания с другой стороны. И как мне туда добраться? Как мне сюда добраться? Фига себе, как тут обижать нужно! Обалдеть! Обалдеть! Да, испытания становятся все сложнее и сложнее. Но зато интереснее. Что ж, попытаем свое счастье. Давай для начала мы попробуем построить с тобой что-нибудь типа какого-то вертолета, может быть, я не знаю. Нам нужно построить совершенно нового робота. Начать строительство нового бота. Выберем вот такую платформу. Нацепим на нее, знаешь что, реактивов. Точнее, реактивные двигатели. Что у нас, каталоги. У нас появились пружины какие-то, что-то еще там появилось. Вот она тяга, мы сейчас ее возьмем. Хочу посмотреть механизмы. Вот они, механизмы. Шарнир. Шарнир со встроенным мотором. Сервомотор. Знаем, что такое. По трейлмейкерсу. И пружина. Значит, давай для начала мы возьмем вот эти штуки и попробуем поднять нашу платформу. Все. Тяги готовы. Попробуем теперь напечатать это все и сесть у нее. И посмотрим, поднимут ли они нас в воздух. Ух ты, нифига себе. Нифига себе. Вот это да. Вот это круто. Мы поняли, что эта вещь может поднять воздух у нас. Давай тогда попробуем построить что-то другое. Нужен новый бот. Давай выберем вот такую вот конструкцию. Теперь нужно на него навесить всего-всего как можно побольше, чтобы придать ему вес больше 150. Посмотрим, что у нас есть для этого. Как насчет поставить пружины? Сделаем что-то типа... А, не сделаем. Нельзя их прицепить. Нельзя прицепить только... А, вот. Можно. Все, можно. Раз, пружинка. Фига себе, они здоровые. Сюда тоже надо прицепить. Опачки. Как этим управлять можно будет? Давай прицепим сюда теперь колеса. Вот такие вот, наверное, колеса нужно будет, потому что у нас высокая конструкция. Ну, как-то так. Давай попробуем напечатать эту тачку. У нас тачка весом 88 килограмм, а мы упали. Центр тяжести у нас смещен, поэтому мы упали. Надо перепечатать тачилу. Нужно сместить наше сиденье в центр. А для этого нужно сделать вот так вот. Оп. Сидуха. Ты переезжаешь вот сюда. Ну-ка, а теперь? Все получилось, но не совсем, не совсем так, как я хотел. Попыточка номер три. Главное не упасть. Оп-оп. Держим, 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 держим. Черт возьми, вот это пружины. Можно ли ими как-то управлять? Они просто очень... Ты посмотри, как эти пружины работают. Это реально амортизация, но работает ли она как пневмоподвеска? Нет, скорее всего она не работает так, как я хотел бы. Ладно, придется пружину убрать. Все. 150 килограмм наш тачка готова. Это получился такой, знаешь, как бы грузовик на здоровенных колесах. Я думаю, что можно печатать эту штуку. О, да. Так, а в какую? Ой, ё-моё. Мы не в ту сторону сделали. Перед и зад. Ну ладно. Значит, у нас теперь получается зад, это перед. Будем гонять так. Нашему дрону весело. Значит, все хорошо. Заезжаем на горочку. Самое главное, чтобы... Ой, ё-моё, какая она неуправляемая. Слушай, ты бы знал. Еду вроде прямо, а она все равно поворачивает. Значит, нам нужно вначале добраться... Нет, туда мы, наверное, не доберемся так просто. Вот сюда едем. Тут есть у нас что-нибудь? А, вот заезд. Вот есть заезд. Замечательно. Сейчас мы доберемся до нашей шляпы и до нашего манекена. Тут звезда. Что за звезда? Нужно пройдите уровень с тяжелым ботом. Ну вот, у меня тяжелый бот есть, в принципе. А, подожди, вес у меня какой-то меньше стал. Что за фигня? Где еще мой один килограмм? Надо перестроить бот. Давай вот здесь вот еще добавим куб. Вот такой вот. Вот, думаю, что все этого будет достаточно. Звезда горит. Мы ее можем забрать. Замечательно. Одна звезда у нас в кармане. Теперь едем за следующий. Вон она. А, ну это мы добираемся до взлетной площадки. Нам сюда пока рановато. Мы еще не сбили всех манекенов. Как насчет того, чтобы отсюда съехать вон туда? А, не доберемся. Падаем, Хьюстон. Мы терпим кораблекрушение. Мы утонули. Первый манекен у нас где-то здесь тусует. Вон он. Под зончиком загорает на пляже тут. Сейчас мы его попробуем сбить. Его надо просто задеть. Его даже не сбить нужно. Надо объехать. Сейчас объедем что-то. Блин, долбаные лежаки. Вот тут. Стой, стой. А, капец. Сбиваем, значит, лежак вначале. Просто его нужно скинуть. Все. Задели этого манекена. Проехались по нему. Еще раз проверимся. Вот, получай. Нам тебя не жалко. Ты все равно манекен. Значит, едем дальше. Забирать шляпу. Где-то здесь. Где-то здесь должен быть проезд. А, вот. Тут просто спрыгнуть можно. Вот так вот спрыгиваем. И все. Шляпа у нас в кармане. На следующее испытание мы ее оденем. Мы будем в шляпе, как крутые чуваки. А этот манекен у нас отправляется купаться в море. И мы вместе с ним. Черт. Хорошо. Последний манекен у нас на лесенке. Я не знаю, как мы туда взберемся. По этим лесенкам. О, черт. Это будет сложно. Но мы попробуем. У нас колеса большие. Так. Кстати, хорошо, что мы сделали большие колеса. Но думаю, что нам этого будет недостаточно. Нам нужен нитропакет. Или пружинки. Да, скорее всего, нитро. Давай, значит, добавим для нашего КамАЗа нитро. О, май гарбл. Вот это мощь. Надеюсь, это поможет нам заехать по этим лесенкам. А если нет, нам, по крайней мере, нужно просто хотя бы задеть этот манекен. Нет, пока не помогает. Черт. Скорее всего, нам нужно другие колеса использовать. Да, 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 да. Почти, почти, почти. Нет, не переворачивайся. Блин. А, так близко было. А, вот я дуреха. Ты посмотри, тут же заезд есть. Вот он, рядышком. Капец. Вот это я дал, жару догдал. Ну все, манекен. Скидываем тебя на нитро. Вот так вот. Готовченько. Надо проехаться чуть-чуть вперед. Перевернуться у нас получится. Нет, придется вылазить. Едем забирать нашу последнюю звездочку. Отлично, открыта деталь бота. Следы. Что такое следы? Ладно, узнаем в следующем испытании. А пока едем парковать наш КамАЗ. Оу-е-е, мы приехали. Паркуемся. Зачибить, снова три звезды. Пора отправиться в большое путешествие, где робот может развиться и прыгать. Не теряйте сцепление с дорогой, пока исследуете местность, и заглядывайте ко всем манекенам. Пройдите через все контрольные точки и разблокируйте парковку. Ну, неплохо, неплохо. Мы вернулись в главное меню. Вон, кстати, наш КамАЗ. Крутой КамАЗ уже тут припаркован. Зашибись. Переходим к кастомизации нашего дрона. Что мы здесь можем сделать? А все просто. У нас тут есть наборы. Набор выпускника, Санта-Клауса, каникулы. О, каникулы появились. Обалдеть, я их раньше не видел. Значит, либо можем по отдельности его одеть. Например, вот шляпа выпускника. О, кипарик крутой. Вот такие вот предметы ты видишь. Вот шляпу. Я говорил, что мы оденем шляпу. Что насчет лица? Можем очки, бороду, солнечные очки нацепить. Солнечные очки мы не будем цеплять. Бока. Бока это мы нацепляем колокольчик Санта-Клауса. И туловище это диплом выпускника. И каникулы, плавательный круг. Ну, это неинтересно. Давай вот диплом выпускника, наверное, оденем. И вот такой вот дрон у нас теперь есть. Возвращаемся на испытательный полигон. Вот такой вот у нас теперь дрон. Веселый. Дрон-весельчак. Дрон-выпускник. Дрон-отпускник. Дрон-каникульщик. Дрон на каникулах. Короче, все, хватит мечтать, болтать. Давай конструктор собирать. Посмотрим, что у нас там нового появилось. Наверное, это в механике. Нет, это не в механике. Электроника. Фары. Вот они. Это фары. При активации будет оставлять за собой следы. А, просто следы. Интересная штука. Давай попробуем поставить на наш КАМАЗ и посмотреть, как это будет реализовано. Ну, например, вот так вот зацепим его. Давай сядем в КАМАЗ. Может быть, это для водного транспорта как-то? Или для воздушного? Но ничего он не оставляет, как мы видим. Знаешь что? Кажется, нам нужно задать клавишу для этого механизма. Давай перейдем сюда и попробуем найти его. Так, значит, запчасти ускорителя у нас есть. Вот, следы. Значит, активация. Берем его, перетаскиваем сюда. У нас тут их вроде бы нет, этих следов. Да, их тут нет. Значит, нужно сделать теперь какую-то кнопку. Входы-выходы. Делаем так. И назначаем на него кнопку. Какая-то кнопка будет. Активация кнопка Е. Деактивация кнопка Q. Или еще раз нажатие Е. Е и Е не получается. Хорошо. Е и Q. Давай теперь посмотрим, работает ли это или нет. О! Работает! Он оставляет следы. Но почему-то... Мне постоянно нужно нажать клавишу, чтобы он оставлял следы. И это выходит вот таким вот макаром. Ладно, короче, не важно. Погнали выполнять испытания на нашем крутом Камазике. В начале мы соберем все контрольные точки. Раз, точка. Там вторая. Врубим нитро. У-у-у! Два! Кажется, я неправильно поехал. Или правильно? Кажется, неправильно. Надо перезапуститься. Там где-то были стрелочки, по которым, видимо, мне нужно было ехать. Дубль три. Здесь проходим поворот такой крутой. Нитро пока врубать не хочу. Вот они, эти стрелочки. Видимо, нам сюда вначале нужно заглянуть. Время пошло. Газовать пока не хочу. Так, так, так. Есть! Контрольные точки пройдены. А теперь нужно вот такие флажки собирать. Я их собираю не так, как нужно. Не так, как положено. Но ничего. Врубаем нитро. И тут переворачиваемся нафиг. Ой-ой-ой. Странно, что у меня ничего не отвалилось. И мы, кстати, встали. Это прям деп. Ё-моё. Только говорил, что я не развалился. И ты посмотри на это. Как картонный домик разрушился. Просто спрыгиваем здесь. Ой, блин, как я об скал-то бьюсь. Значит, поехали за манекенами сразу. Вначале заедем сюда. Снежную долину. Вот этот пазер. Сбивается у нас вниз. Иди, полетай. Ай, больно. Кричит манекен. Прикольно, что они еще болтать умеют. Теперь едим сюда. Осталось еще два манекена сбить. Ой-ой-ой. Спокойно, нет? Не переворачивайся. Едем дальше. Давай. Капец. Придется вылазить. Ладно, вылезем. Не страшно. Такой дрон в шляпе. Капец. Все, едем дальше. А где еще манекены? Манекены. Вон звезда. Смотри, звезда, звезда, звезда. И я переворачиваюсь прямо возле этой звезды. Главное, чтобы я не разрушился. Ничего страшного. Сейчас перевернем. Фух. Вон, кстати, еще одна контрольная точка. Вот они, синие флажки. Вот тут нам нужно взять как можно больше разгона. Врубаем нитро. Есть! Вот это сальтуха. Звездочку мы собрали. Теперь осталось собрать зонтик. Кстати, посмотри, у меня, по-моему, колеса. Восьмеркой пошли. Точно, смотри, тут еще и колеса мнутся. Обалдеть. Ты глянь на мои колеса. Они все кривые косы. Обалдеть. Вот эта физика здесь. Есть! Ой-ой-ой-ой. Не развалиться бы. Все, все отлично. Мы живеньки. Мы живеньки. Чума. И проходим вот эти флажочки. А еще, блин, манекены нужно найти. Я их не вижу. Я всего лишь один манекен нашел. Очень плохо. Где-нибудь здесь манекен? Нет? А, вон он. Прямо перед нами. Вон он на горе стоит. Сейчас собьем. Не вопрос. Мы, наверное, туда и заедем сейчас. Именно сюда мы и едем. Блин, а как туда взобраться-то на эту горку? Офигеть. Вот это поворот. Как туда заехать-то? Наверное, погорело так вот на нитро. Так просто-то туда и заехал. Предлагаю полетать тут немного дроном. Посмотреть местность. Может, тут где-то есть заезд? А он наверняка где-то тут есть. Вот он, вот он заезд. Тут можно заехать. Отлично. Возвращаемся в наш трактор. Он думал, что мы его не достанем. А нифига. Сейчас мы приедем. Блин, ты посмотри, у меня даже кузов помялся. Обалдеть. Здесь все ломается. Все мнется. Вот это физика. Все, мы приехали к этому манекену. Сейчас мы его собьем. Где он тут стоял-то? Где ты, мальчик наш? Вот он. И... Раз-два! Ништяк. Полежи на полянке. Тебе полезно. Ой-ой-ой. У нас все. У нас нет шины. У нас на одном колесе нет шины. Потеряли ее. Последний манекен. Вон где он от нас спрятался. Засранец. Давай слетаем туда. Посмотрим, как его достать. Так. Здесь есть заезд. Вот он. А как сюда заехать? Здесь, скорее всего, нужно как-то заехать. Вот найти камни. Вот здесь. Вот так вот заехать. Потому что другого варианта здесь нету вообще. Давай-давай-давай. Есть! Заехали. Чума. Нитра нас спасли. Все. Последний манекенчик. И нам сейчас дадут детальюшечки новенькие. Ну что, ты готов? Полетели вместе со мной. О, сейчас мы разобьемся, походу, окончательно. Манекен потерял ногу. И сейчас мы его еще раздаем. За что? Говорит манекен. А, за просто так. Хе. Ништяк. Три звезды мы получили. И паркуемся теперь. Если тебе понравилось мейн ассембли, то с тебя лайк. Подписочка, если ты еще не подписан. И твой крутой комментарий. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok